привет друзья отправляемся на очередную зимнюю рыбалку в этот раз ловить ильца на улице погода снег метель точнее придется нам ловить палатки пока нас по полной программе не засыпал на улице минус 1 градус федер южный наживка чернобыльник глубина подо мной полметра начнем с небольшой глубины в качестве прикормки в этом видео я буду использовать обычное сухое пшено как только я палатку надел иначе пока не нагрелась точнее надо было бы сразу палатку просто надеть тогда вот этого пара бы не было слава не забывая палатка параллельно 10 на улице остыла я сначала хотел ловить без палатки надежде что все-таки снег может быть прекратится ну спустя несколько минут 60 минут я понял что ситуация гиблая добавок еще небольшой ветерок дует засыпает снег на мне тает все намокает в общем все хреново будем ловить просто в палатке так будет будет намного удобней и надежней по крайней мере хотя бы руки не замерзнуть сильно видео на канале у нас про плату есть про и окуня есть не хватает нам ельчика поэтому в этом видим помоги как раз ельчика мне больше нравится точнее я хожу на рыбалку уже давно с конкретной целью то есть если я люблю окуня значит окуня если мы ловим плотву значит ловим плотву ельца так и лица то есть не все подряд ну уж если как говорится погрешность есть всегда с другой словим одно попадаться конечно другое как в моем случае ничего не поделаешь но цель по-прежнему елец погрешный бывает везде и всюду да кстати если вы ловите на чернобыльник то советую использовать пшено в качестве прикормки на дне пшено внешне напоминает чернобыльник то есть сейчас я объясню если вы допустим ловите на чернобыльника в качестве прикормки вы решили использовать кормового материал то может возникнуть такая ситуация когда рыба будет есть и материал но будет игнорировать чернобыльник или репейник то как называют принципе ну ладно тоже та же самая картина может быть и с червями то есть мы можете ловить на червяка в качестве прикормки можно использовать рубленого червяка добавлять прикормку смотрите сначала попадается окунь сорога в общем все но только не елец и так а в чернобыльнику у нас такая фишка не прокачит то есть мы не можем его использовать в качестве прикормки он используется только в качестве наживки поэтому рыбу нам нужно будет как-то обмануть рыба не такая уж сообразительная поэтому обмануть ее принципе довольно легко и есть все равно руководить голод обычно как говорится прикорм многие кстати очень многие запускают такую ошибку я сколько раз тоже нагрузил такую картину когда лови сначала будет в качестве прикормки какой тебя там использовать например кормовой матки кормовой матки а потом говорят что там бонды рыба начинается будет если уж вы используете прикормки например матери а то и ловите на матерях если используете качестве прикормки там опарышек малого опарыша 3 наловите на опарыша а то есть я сейчас напихал бы кормового мотыля и сидел потом как дурачок тем более внешне как я говорю прикормка напоминать чернобыльник но прикормка лишь привлекает рыбу вот это вот это белое пшено который лежит на дне она лишь внешне просто привлекать наша задача просто заинтересовать нашего с вами ельца и не знать ему свалить по-русски выразиться когда придет окунь но тут бывали моменты когда окунь приходит и клев прекращается кстати я ловлю недалеко от течения поэтому возникают такие моменты когда клев на какое-то время прекращается просто еле царба стайна и вот вся стайка она отходит отходит приходит как еще по-другому некоторые называют выход и лица то есть когда елецком подходит такое часто бывает на реках то сидишь сидишь ловишь ловишь бах не клюет камеру отпускает может там рыбы нет потом рыба закрывала камеру отпускает туда вниз и смотрят там рыбы аж гижит одни хребты как говорится ходят бывают такие моменты вот мы незавно проверяли камеры здесь вдруг приходил уже смотрел камеры рыбы нет вообще она ни в одной лунке но как видите рыба ловится откуда она там берется но это понятно я сижу сейчас на тарусах и царикали за них а и сама река еще не стала середина стала вот потому что на улице небольшая температура чего два градуса сегодня сегодня это минус 1 или минус 2 градуса для того чтобы реку перехватила надо как минимум минус 10 и чтобы это все дело у нас постояла хотя бы дня три-четыре а лучше неделю для безопасного льда а теперь такой косячок еще есть что прийти когда на улице тепло как нам как моем случае рыба из-за затона начала уходить потому что шугит порезанихи и больше не несет это рыба которая зашла в затон там осталось сейчас нам стало очень много вообще медицинские очень маленькой рыбы и к тому еще один момент такой интересный когда шла шуга внизу я где-то реки образовался небольшой такой заточек чуть-чуть слегонца и вода начала плавно плавно пребывать на лед увидели на предыдущем видео что по краям льда на снег на лед выступила вода это значит что уровень воды в реке прибывают и у рыбы есть раздолье она теперь добавок ко всему еще и рассредоточена то сейчас так как середина реки фактически не стоит то есть там да нет она вся находится в районе береговых зон но приближается ближе к реке самой потому что во первых когда шла шуга она шумел и рыба как ненормально уходила в стоячего заема сейчас шуги нет и более крупная рыба и более активная рыба она возвращается обратно в речку до того момента пока не встанет и по крайней мере пока снова не понесет шугу как только морозы градусов 10 шугу понесет либо снова будет возвращаться в затрон сейчас затронем очень-очень много мелких мелочи вообще мелки такой как говорится мелочи мне там принципе не надо это в основном плотва и очень много в принципе так темно ну-ка как я уже говорил бывает момент когда все вообще нагружение собирает до забыл сказать я сначала ловил берега теперь я ум поменял это лунка подо мной два метра глубины то есть я постарался как можно ближе подойти к течению далеко я конечно что они полезут там во-первых все из тарушина если на самом-то руси сидеть еще ништяк ну можно между этими тарусами просморкнуть некоторых некоторых местах как говорится есть промоуни то есть тонкий очень тонкий потому что то во-первых под тарусами течение а во вторых как сильных минусовых температур еще пока не было то есть два дня стояла там 10 15 в основном стоит там минус 1 минус 2 для реки для самой реки этого мороза мало до стоячих водоемов там озера и затон это нормально лед там сантиметров уже 20 спокойно все и все как говорится выдержит следующем видео я буду снова ловить сорогу это видео выйдет в понедельник поэтому подписывайтесь на канал не пропустите это видео следующий потом я буду после сороги буду искать окуня которая должна будет выйти в четверг а пока ловим яйца потому что потому что мне так нравится я просто хочу ловить лица попадается конечно окуни сорожки вот все что мы попал поймалось а как говорится цель моя конечно была все-таки елец но как видите попались окуни попались сорожки как говорится килограммы рыбы мне не нужно я взял сколько мне нужно цель мая была елец на этом ребят все подписывайтесь на канал ставьте лайки и делитесь видео социальных сетях всем удачи всем пока встретимся на новой рыбалке уже за покой